Здравствуйте, я доктор Пол Мэйсон и сегодня я расскажу о деменции. Я постараюсь убедить вас в некоторых вещах. Например, если вы страдаете от болезни Альцгеймера или деменции, то вы можете уменьшить свои симптомы, следуя кетогенной диете. Сохраняя в своей диете не только низкое содержание углеводов, но и минимум растительных масел, вы можете вообще предотвратить развитие деменции, даже если вы являетесь носителем так называемого гена Альцгеймера АПО-И4. Несмотря на то, что современное общество поражено множеством хронических болезней, ни одна из них не страшит людей так сильно, как деменция. Недавний опрос, проведенный в Британии, показал, что 68% опрошенных старше 50% назвали деменцию первой в списке пугающих болезней, а это в 7 раз выше, чем рак. Термин деменция включает в себя несколько заболеваний. Из них самым распространенным является болезнь Альцгеймера, составляющая 70%. Здоровье людей, страдающих болезнью Альцгеймера, в конце концов полностью разрушается. На ее последних стадиях больные не способны самостоятельно выполнять даже самые простые действия. Их мышцы постепенно атрофируются, приковывая их к постели, делая их неспособными даже поесть самостоятельно. Фактически, после постановки диагноза, пациенты с болезнью Альцгеймера в среднем живут только от 3 до 9 лет. Такая это ужасная болезнь. Шанс заболеть этим недугом прогрессирует с возрастом. После 65 лет риск заболеть удваивается каждые 5 лет. Неудивительно, что фармакологические компании усиленно ищут лекарства от болезни Альцгеймера. Например, в США только в этом году государство выделило 2,8 миллиарда долларов на исследование и поиск лечения этой болезни. Проблема состоит в том, что несмотря на многолетние исследования и потраченные миллиарды, лекарства по-прежнему нет. Только за последние 10 лет ведущие фармакологические компании предложили более 200 новейших препаратов, которые все оказались неэффективными. В результате сегодняшняя медицина также беспомощна перед этим недугом стариков, как и сам немецкий психиатр Алуиз Альцгеймер, описавший болезнь в 1907 году. И по сей день доктора не могут ни предотвратить, ни лечить, ни даже замедлить течение этой страшной болезни. Все это усугубляется тем фактом, что несмотря на миллиарды, потраченные за исследования, эта болезнь все более распространяется, а ее статистика указывает, что еще через 20 лет больных станет вдвое больше. Например, только в Австралии количество больных достигнет миллиона уже в 2050 году. Однако искра надежды все же есть. Я уверен, что хотя болезнь и не поддалась лекарствам, но больным помогут некоторые изменения образа жизни. Хочу подчеркнуть, что болезнь Альцгеймера не неизбежна и не является частью нормального процесса старения. Она была исключительно редкой в древности. Первое письменное упоминание о ней относится к 1906 году. Скорее, это отклонение, вызванное современными условиями жизни. Поэтому и лечение заключается не столько в таблетках, как в том, что лежит у нас на тарелке. Потому что именно еда оказывает огромное влияние на метаболическое здоровье. А болезнь Альцгеймера, несомненно, является метаболическим заболеванием мозга. Причина того, что наш мозг чувствителен к метаболическим воздействиям, кроется в том, что мозг, составляющий всего 2% объема тела, потребляет более 20% его энергии. Заболевание, олицетворяющее собой наихудшее метаболическое здоровье, это диабет второго типа. Наиболее тяжелые последствия диабета второго типа, такие как болезнь сердца и почечная недостаточность, являются прямым результатом повышенного уровня как глюкозы, так и инсулина в крови, той самой крови, которая циркулирует также и в сосудах головного мозга. По этой причине болезнь Альцгеймера все чаще называют диабетом третьего типа. И действительно, риск заболеть болезнью Альцгеймера у диабетиков второго типа повышается от 2 до 5 раз. При этом сильнее страдают больные с наиболее застарелым диабетом, а также те, кто не смог контролировать основные симптомы. При этом диабет не единственное метаболическое состояние, ассоциированное с болезнью Альцгеймера. Другим опасным метаболическим состоянием является ожирение. Например, в ходе данного исследования у 78 пациентов регулярно измеряли окружность талии в течение более 30 лет. Исследователи обнаружили значительное повышение риска болезни Альцгеймера по мере набора веса. Он повысился втрое у пациентов с наибольшим увеличением окружности талии по сравнению с рисками худых участников. Несколько исследований убедительно показали четкую связь между степенью ожирения и уменьшением размеров мозга. Причем не только у пожилых людей, но и у 40-летних. Возникает вопрос, если болезнь Альцгеймера обусловлена метаболическим заболеванием мозга, можем ли мы избежать самого метаболического заболевания? Ответ – да. Низкоуглеводная диета с низким содержанием растительных масел играет ключевую роль. Мы уже знаем, что диабет второго типа – типичное метаболическое заболевание. Данное крупномасштабное исследование продемонстрировало излечение пациентов от диабета второго типа с помощью низкоуглеводных диет. Через два года следования диете с низким содержанием углеводов 53% участников исследования полностью излечились от диабета. А для похудения низкоуглеводные диеты просто лучшие. С 2003 по 2019 годы было проведено всего 62 рандомизированных контрольных исследования, что является золотым стандартом научных изысканий. В ходе исследований было проведено сравнение эффективности низкоуглеводных и низкожировых диет для потери веса. 31 из этих исследований показало значительный статистический результат. В этот график я включил все 31 исследования без исключений. Голубые столбики показывают потерю веса на низкоуглеводных диетах. Рядом с каждым из них красные столбики показывают потерю веса на низкожировых диетах. Взгляните на 31 пару столбиков. Абсолютно во всех случаях голубые столбики, представляющие низкоуглеводные диеты, показывают лучшие результаты. Очевидно, что низкоуглеводная диета будет полезна и для сохранения массы мозга. Болезнь Альцгеймера приводит к разрушению тканей мозга. Но даже задолго до начала болезни, иногда за десятилетия, у людей наблюдалось заметное когнитивное снижение, которое связано с нарушением энергетического обмена. Известно, что многие клетки мозга для поддержания энергии используют всю доступную глюкозу. Однако есть такие участки мозга, которые не могут использовать глюкозу без инсулина. На этом слайде зеленым цветом выделены нейроны, имеющие инсулиновые рецепторы, то есть те, которым требуется инсулин. Они в огромных количествах заполняют важные отделы мозга, например, гиппокамп, особенно значимый для памяти. Без инсулина этим клеткам невозможно получить энергию из глюкозы. В случае инсулинорезистентности, которая является частью метаболической болезни, инсулин недоступен для клеток и это приводит к дефициту энергии в мозге. При этом в крови инсулина может быть в избытке. На этом снимке ПЭТ-КТ видно, как инсулинорезистентность у человека с болезнью Альцгеймера понизила способность клеток мозга использовать глюкозу, в то время как на левом снимке здоровый мозг использует глюкозу намного более активно. Одним способом преодолеть эту ситуацию будет ввести еще больше инсулина, в дополнение к уже существующему избыточному его количеству. Например, данное исследование подтвердило, что действительно ввод дополнительной очень высокой дозы инсулина смог улучшить память пациентов с болезнью Альцгеймера. Проблема состоит в том, что значительное повышение уровня инсулина имеет существенные побочные эффекты. Таким образом, в реальности этот вариант небезопасен и таким образом невозможен. Тогда давайте поменяем стратегию. Что если использовать источники энергии, которые не требуют инсулина? Например, кетоны. Кетоны могут проникать в нейроны без помощи инсулина. То есть они могут заряжать мозг энергией даже в случае инсулинорезистенции. Кетоны могут образовываться в результате преобразования жира в жирные кислоты, которые затем преобразуются в печенью в кетоны. Эти кетоны попадают в кровоток и разносятся по всему организму, включая мозг. Благодаря их доступности для мозга, всякий раз, когда поступление кетонов в мозг увеличивается, растет и количество используемых мозгом кетонов. И наоборот, увеличение кетонов также уменьшает использование мозгом глюкозы. Оказалось, что клетки мозга предпочитают использовать кетоны, а не глюкозу в качестве источника энергии. По мере увеличения употребления кетонов, клетками мозга использование глюкозы падает. Оно просто не требуется. Когда оба вида топлива присутствуют, клетки мозга отдают предпочтение кетонам. Главным фактором, определяющим для организма вырабатывать кетоны или нет, является уровень инсулина. Когда мы понимаем, насколько больше инсулина вырабатывается в ответ на потребление углеводов, чем на потребление белков и жиров, то нам становится ясно, что питание с низким содержанием углеводов также является кетогенным, то есть в нашей крови будет циркулировать множество кетонов. Таким образом, когда человек переходит на диету с низким содержанием углеводов, его мозг увеличивает использование кетонов. На этом слайде мы видим мозг человека на диете с очень высоким содержанием углеводов и очень низким использованием кетонов. Когда его перевели на низкоуглеводную диету, его мозг буквально превратился в кетонопоглотитель. Настолько массивным стало усвоение кетонов в его мозге. Также мы видим эту способность усваивать кетоны клетками мозга у страдающих болезнью Альцгеймера, даже со значительно поврежденной мозговой тканью. Как мы уже видели, здоровый мозг способен вполне нормально функционировать, используя глюкозу. Но мозг, пораженный болезнью Альцгеймера, на нижнем изображении не может. Мы видим снижение способности к усвоению глюкозы. Зеленый цвет показывает пониженную активность. Но когда в крови появляются кетоны, картина совершенно меняется. Мозг с болезнью Альцгеймера даже более эффективен в поглощении кетонов, чем мозг на контрольном изображении сверху. Это приобретает смысл, если учитывать нарушение метаболизма глюкозы в мозге с болезнью Альцгеймера. Недавнее исследование продемонстрировало явную пользу кетогенной диеты для мозговой активности тех, кто подвержен риску развития болезни Альцгеймера. Здесь мы можем видеть базовый метаболизм мозга до начала кетогенной диеты, а затем улучшение метаболизма мозга в три раза. Сравните это улучшение с изменениями, которые мы наблюдаем до и после применения диеты, диеты предложенной Американской ассоциации сердца до и после. Очевидно, что кетогенная диета намного лучше. Эти выводы подтверждаются также и в реальной жизни. Данное рандомизированное контролируемое исследование показало улучшение памяти у пациентов на кетогенной диете. Таким образом, кетогенная диета явно полезна, когда речь идет о когнитивных функциях людей с болезнью Альцгеймера. И в первую очередь она полезна для предотвращения болезни Альцгеймера.